Всем привет, друзья! Здоровейте, приятели! Дима, Даниэль, снова Скалска, Болгария, 17 июля. Друзья, стрим делаю из дома, потому что, ребята, на улице невозможно. Хотелось бы поснимать вам с нашего прекрасного участка, показать красоты Болгарии. Ребята, уже слово «жарко» — это уже слово такое стандартное, если бы говорят, что 31 градус, мы уже радуемся. Нет, ребят, 37-38, ночью 24-19, просто Африка. Реально, Африка — это вообще, знаете, ожидали, уехали из жары в Израиль, и сейчас там температура меньше, чем здесь. Ребят, спасает то, что у нас, в принципе, нет влажности, но все равно на улице невозможно. Срочно нужно делать термоизоляцию и от холода, и от зимы, и от жары. В общем, нам весело, мы ничем не занимаемся, естественно, в такую погоду, мы просто сидим дома, купаемся в бассейне, благо водичка 28 градусов. Да, ребята, получили счет за воду. Смотрите, здесь, в Болгарии, за воду можно платить, когда вы хотите, в принципе. Вот мы платим за воду вообще раз в год. Улыбайтесь или нет, раз в год. Вот сейчас пришла пора заплатить все долги. Ребята, у нас за год получилось, в Дрянова пришел, когда платить за это, в ВИК, которая принимает деньги. Там такая барышня, болгарка интересная сидит, она схватилась за голову, говорит, ой, сколько у вас долг. Долг, я говорю, сколько у нас долг, 568 лево за год, 568 лево разделить на 2, 281 евро за год. Вы скажите, очень много, друзья, конечно, это много. Ребята, у нас бассейн, и это для нас немного, ко всему к этому мы были готовы. Искусство требует жертв, а цена закупа всего лишь 1,5 евро. Поэтому, если бы бассейна не было, конечно, стоило бы нам на самом деле копейки. Поэтому взяли просто, разделили эту сумму до 12 месяцев, расслабились. Ну что, мы не будем купаться из-за того, что вода дорогая. Бассейн огромный, получаем кайф, платим за то, что должны платить. Все нормально, никаких разочарований, никакой страшилки в этих оплатах абсолютно нет. Так что, все замечательно. Люди меня спрашивали, как вы бассейн чистите. Листьев там у вас бродит, ребят, у нас ничего не бродит. Да нет у нас листьев в бассейне. Заходим за Светочкой, где-то 15 минут там от мошкары, там от дохлых пчелки убираем. Уже научились там, откуда песок, я не знаю, внизу, научились уже вычищать песок. В принципе, да, ребят, конечно, сейчас ощущаем, какой кайф. Вот эта водичка, куда там три раза в день можно окунуться, потом к такого хорошего чая попить с медом, с болгарским. Ребята, болгарский мед самый лучший мед в мире. Вот, потому что он натуральный. Естественно, это не то, что продается в магазинах. Любомир, спасибо за мед. Вот, замечательно. Ребята, сейчас в Болгарии время овощей и фруктов, поэтому наслаждаемся. Знаете, какие персики вкусные. Дыни вообще роскошные здесь. Купил дыню. Ну, цена на дыню, в принципе, давайте так, от 80 до евро 10 за килограмм. Дыни вообще бомба. Просто сладкие. Арбузы. Знаете, чем меня бесит арбузы в Болгарии? Сейчас все засмеются. Вот, реально, меня это раздражает. Ребята, в Болгарии арбузы с косточками. Сейчас многие не понимают, о чем идет речь. Ребят, мы из Израиля. В Израиле у нас арбузы с косточками нет. Уже какие-то там они придумывают. И поэтому здесь, а здесь натуральный арбуз. Он выращен с правильными черненькими косточками. Ну, 30 лет в Израиле ели арбузы без косточек. И вот сидишь так, выковыриваешь. Потом я говорю, да ладно, Света, будем есть так. Подумаешь там. И едим этих автобусов. Сладкие арбузы, холодные, с косточками. Раздражает, да? Вот сейчас все посмеялись. Так что помидорки уже болгарские идут. Сейчас время болгарских продуктов. Покупаем только их. У нас еще помидоры... Не, помидоры уже начали расти у нас на участке. Огурчики ожидали намного меньше. Огурцов мало. Поливаем до это, до ужаса. И все равно все в Африке. Просто Африка. Ну, что делать? Огурцы, кстати, в магазине сейчас по 2 евро. Да, бывает и так. Зато картошка, лук. Все это у нас свое родное, домашнее, без пиздецидов. Да, вот без этих, как его, вещей. Поэтому полный кайф. Теперь надо пережить эту жару. Что у нас еще интересного произошло за последнюю неделю? Да, помогли, помогли одному подписчику. Ребят, на самом деле, сняли его с такой проблемой. Потому что человек покупал квартиру в крупном городе. Я не говорю застройщик. Я не говорю никаких имен, как обычно. Купил новострой год с чем-то назад. Дал какой-то залог. Ему обещали, что вот сейчас разрешение на строительство будет. Год и месяц назад. Сейчас с ним связались. Застройщики. Сказали, давай следующую сумму. Потому что вот оно уже разрешение на строительство. Ну, умный человек не пожалел денег и проверил через нашего адвоката. Где получил, в общем-то, такой не особо утешительный вердикт. И, скорее всего, уже в его решении будет продолжать ли это эту покупку. Потому что достаточно опасно. И ту бумажку с разрешением, как я услышал от адвоката, разговаривал с ним. Адвокат говорит, мне вообще все здесь очень не нравится. А дальше уже решайте полностью сами. Так, тут уже человек будет думать, продолжать ли я ему эту сделку. Чтобы на будущее не войти. Там достаточно недешевая квартира. Там порядка 130 тысяч евро. Дал он 5000 залог. А сейчас он стоит перед выбором. Давайте ему следующие 30. А само разрешение, оно вообще непонятное. Адвокат говорит, что что-то все стремно. Опять он будет принимать решение. Скорее всего, либо пойдет на серьезный риск. Даст еще следующий взнос 30 тысяч евро. А потом уже обратной дороги нет. Поэтому здесь на самом деле довольны, что помогли. И человек, в общем-то, наверное, не попадет на серьезные деньги. Ребята, направо и налево такие варианты. Но что меня достаточно смутило, что вот разрешение на строительство уже год с чем-то. Сейчас опять непонятка полная. Поэтому очень остерегайтесь таких вещей. Те, кто не понимает, берите своих адвокатов. Ребята, спрашивайте меня, порекомендую. И там все проверят. И дадут вам четкий вердикт на вашу покупку. Четкий. Стоит покупать, есть вот такие проблемы. Или покупать вообще не стоит, потому что это, ну, засада полная. Но здесь уже всем решать. Люди очень не понимают. Я сталкиваюсь с такими рассказами, где у меня вообще сидеют волосы. И на самом деле жалко иностранцев, которые просто приезжают, думают, что здесь везде полная частота сделки. Друзья, частот сделки нет нигде. И в Израиле могут вас кинуть на новострой. Были очень давно такие истории. Но это, в принципе, редкий случай. Все-таки рынок недвижки в Израиле, он более регулируемый, более правильный. Здесь засада полная. Здесь хорошие застройщики, их очень мало. Они чередуются с большим количеством не то, что нехороших. Ребят, здесь больше хапперства. А давайте построим, возьмем землю в ипотеку, наберем клиентов. Благо сейчас ажиотаж полный. Сейчас нет отбоя от клиентов. Люди просто приезжают и идут, покупают то, что им предлагают. Плохо, очень плохо. Очень плохо и все неправильно. Но иногда-то нужно спросить, хотя бы поинтересоваться, хотя бы провести какой-то анализ ситуации перед тем, как грохнуть там свои честно заработанные большие деньги. Но опять решать вам. И я лично буду идти только по такому сценарию. Вот рассказывал про Бургас. Спрашиваю людей в Бургасе, да, как, чего. Ну, кто-то доволен, кто-то не совсем. Ну, опять же, здесь очень много разных мнений. Обычно недовольны те, кто совершил неправильную сделку. Где-то ему продали не то, что он хотел, а деньги уже отданы. Конечно, он будет недоволен. И, естественно, он будет после этого обсирать Болгарию. Ребята, все мои выпуски я делаю так. Так, Болгария прекрасная страна, Евросоюз, здесь есть очень много своих проблем в этой стране. Есть, конечно. Если бы в Болгарии не было бы проблем, ребята, здесь был бы рай. А рай у нас только в одном месте, это на небе. Но, как и всегда говорю, для нас, для нашей семьи, лично для меня, после двух лет жизни здесь, плюсов намного больше, чем минусов. И это самый главный критерий продолжения жизни здесь. Да, какой минус? Пекло. Пекло дикое, 37. Минус? Да, конечно, минус. Как с ним справиться? Включили конвекторы. Нет конвекторов. Купили климатик. Включили. Сидим дома. И нам не жарко. Ну, у нас своя проблема теплоизоляция в доме. Вот сейчас ничего не сделать. Сейчас придет уже где-нибудь сентябрь-октябрь. Пойдем сами купим панели и сами сделаем термоизоляцию дома. Рассчитывать на какие-то бригады не могу, не хочу. И вот так. Сделаем, сделаем. Как сделаем, так и сделаем. Хорошо, плохо. Но, по крайней мере, решим какие-то вопросы. Вот. Жара минус. Зимой холод. Ребята, минус. Но это минусы? Нет, это не проблема. Просто все включили и все работает. Счет, вы знаете, огромный плюс. Месяц гоняли полностью все конвекторы. Месяц. Получили счет на термопомпе 128 лево. 64 евро. При полном комфорте. Вот это плюс. Значит, правильно выбрали систему отопления, охлаждения. В летней кухне купили кондиционер, господа. Купили, какой мы купили? Хайер купили. 1600 лево. 800 евро. Мощный, да. Не хотели по советам людей. Многие рекомендуют. Ребята, митсубиси, дайкун. Господа, это летняя кухня у нас. Там не будет постоянного проживания. И платить просто за бренд, то, что это митсубиси, митсубуши, мы не готовы. Вошли в нормальный бюджет. Может быть, немножко дороговато. Но тут Светочка уже сказала, Дим, давай купим. Я же всегда пытаюсь где-то что-то сэкономить. Ну, вот национальность-то сама за себя говорит. А Светлана, она рациональный русский человек. Говорит, Дима, берем нормальный, чтобы он был посильнее. Ну, супруга сказала так, значит, я выполняю вот этот приказ. Вот. Также еще купили фрижер, фризер. Ну, очень долго не хотели, вы знаете, покупать морозилку, потому что немножко было нерационально. А сейчас понимаем, что в сезон, когда идет сезон, вот сейчас будет недорогая малина. Купим 10-12 килограмм. Заморозим, положим в фризер. Потом, когда она будет дорогая, будем кушать. То же самое со многими фруктами. То же самое со многими овощами. Сушилка у нас есть. Теперь есть и морозилка. Ребята, теперь на самом деле мы со Светочкой можем встать в две руки, в четыре. Где-то сделать, ну, тысячи три пельменей. Три тысячи пельменей на пельменнице у нас займет где-то два с половиной-три часа. И загрузим мы пельмешки в морозилку, и все замечательно. Потому что наш холодильник, вон там, вы видите, он достаточно маленький. А запасы у нас всегда есть. Особенно при нынешней ситуации. Мы вообще говорим, надо спички покупать, надо покупать свечки, бульонные кубики. Готовиться к чему-то такому, чего может произойти. Ребята, ничего плохого не произойдет, но мы всегда перестраховываемся. А так все прекрасно. Настроение, как обычно, несмотря на все это жару, настроение всегда на позитиве. Да, по поводу вопросов подписчиков по медицине, ребят, я сделаю, конечно же, обязательно еще одно видео. Делал я их раньше, рассказывал про болгарскую медицину, как мы справляемся с этими проблемами. Ну, пока что, какие вот, было у нас пару проблем. Решили вопросы здесь, в Болгарии. Решили качественно. Тьфу-тьфу-тьфу. Теперь отвечу коротко про лекарства. Люди спрашивают, ребята, ну прямо у меня высокое давление. В Израиле я выписывал там лекарства определенного вида. Что я сделал в Болгарии? Я пришел к личному доктору, показал упаковочку лекарств. Она посмотрела. Нашла аналог такой же, аналог этого лекарства в Болгарии. Выписала мне рецепт. Я пошел в аптеку и прекрасно покупаю сейчас это лекарство. Ну, я не знаю, я давление вообще здесь не чувствую. Я просто ем эти таблетки, потому что говорят, что надо. Вот. А так все-таки мне кажется, что при этом климате давление стало лучше. Ну, потому что дышим свежим воздухом-то. У нас все-таки горы. Да, сейчас не дышим. Сейчас 37. А так сын приехал, говорит, папа, какой здесь воздух? Я говорю, слушай, а я не знаю. Я говорю, а как ты чувствуешь? Он говорит, ну поверь мне, я чувствую разницу между ашкелоном, влажностью и сыростью. И вот у вас здесь. Я говорю, ну сынок, твое право вообще остаться здесь, в Болгарии и жить у нас. Он сказал, пап, не могу. Мне через день нужно идти в резерв. В стране война. Я должен защищать свою родину. Вот такие у нас дети-патриоты. Они не останутся здесь, вы понимаете. Не спрячутся под мамину-папину юбку, хотя могут здесь жить достаточно долго и пересиживать. И даже, в принципе, получить статус. Если бы он захотел, мы бы сделали для него статус. По студенческой визе можно. Но сын говорит, нет, я не имею права. Я должен ехать и защищать свою страну. И он ушел в армию. Дай бог здоровья, все хорошо, боевые войска. Отписывается. Ну, наверное, здесь я никого не удивил, потому что у очень многих, кто меня смотрит, израильтян, дети, внуки, братья, сестры, служат и защищают свою родину в этот тяжелый момент. Честь им и хвала, потому что они патриоты. И сегодня я хочу сказать. Будьте здоровы и удачи вам. Чао-чао.